Идеи, достойные распространения, пропустить нельзя. Подробности на TEDx Новокузнецк. Как только мы анализируем какое-то общество людей, мы с вами видим, что деятельность людей, она причинена некоторым правилам или нормам. Слово это институты, формальным и неформальным. Институты различные, их много, но у них есть одно свойство. Они очень сильно влияют на наше поведение и вообще на то, как мы воспринимаем. Что такое формальные институты? Формальные институты, собственно говоря, это норма, которая узаконена. Это норма, которую мы можем объективно контролировать, то есть следовать частью нормы и не следовать. У нас есть обязательно наказание за то, что мы нарушаем норму. Есть организация и структура, которая следит за тем, чтобы мы этой нормой следовали. И у нас есть силовой механизм нуждения для того, чтобы мы стояли на норме. Мы с таким институтом столкнемся направо и налево. Ну, возьмем наши налоги. Хотите вы платить их, не хотите вы их платить? Он должен их обязановать, потому что вы не будете их в свое время начислять и перечислять в бюджет, то у вас будут очень приняты последствия. Это один из формальных институтов. Формальные институты, они не в день им узаконены, но они распространены в обществе. И влияет на наше поведение чуть не меньше, чем формально. Почему они распространены? Да потому что нас так воспитывали, потому что были определенные обычаи, традиции, которые воспитали нас в духе, что это правильно, это норма. Поэтому таким образом не следует. Никакого механизма принуждения силового нет, но зато есть такое общественное прицание или отторжение человека, который вдруг ведет себя как-то иначе, отклоняется от этой нормы. И мы, в какой-то мере, являемся положниками вот этих институтов, которые сложились в этом обществе. Потому что, как любой человек, стремится всегда улучшить свое положение в рамках вот этой системы институтов, естественно. Эти институты, во-первых, они определяют наши права и обязанности. То есть мы совершенно четко понимаем, то, что можно нам, как руководителям приятелям, нельзя будет нашему сотруднику, который работает на складе. Или то, что можно делать нашим чиновникам, нельзя делать людям, которые работают, например, в школе или в школе. То есть, с одной стороны, институт влияет на наше поведение. Мы являемся заложниками, вынуждены подчиняться этим институтам. И очень важно, что отдельный человек не может изменить этот институт. Это норма, которая устойчивая в отношении к изменению вида поведения одного человека. То есть, если он один будет протестовать, да, все останется, как он будет. Только он будет испытывать на себе негативные последствия. С другой стороны, а откуда вообще институты появляются? Ну, они же нам не спускаются сверху, правильно? Все это есть некое порождение самих же людей. И почему они возникают? Потому что у человека есть определенные потребности, которые он хочет реализовать. Но то, как он их реализует, зависит не только от него, но и от его соседа. Ну, скажем, мы с вами передвигаемся на дорогу. Когда мы двигаемся пешком, и нам встречает другой человек, то мы спокойно можем разойтись, да, мы можем, кричим словами, и у нас никаких проблем не возникнет. Нет необходимости в том, чтобы был какой-либо институт, регулирующий движение. Но как только мы пересаживаемся на автомобили, на поезда, так сразу возникает правило дорожного движения. Да, это формальный институт, который говорит. Действует так, для того, чтобы обеспечить собственную безопасность. То есть, всегда институт, появление института связано с тем, что у человека есть определенные потребности. И вот для того, чтобы эту потребность свою реализовать, он должен каким-то образом не только самодействовать с другими людьми. То есть, если бы человек жил один в городе делорчестве на острове, там, в никаких институтах, а я бы не жал, он поступал, как это он считает нужным. А когда он живет в обществе, сразу возникает необходимость договариваться. И что мы видим? Мы видим такую контурную связь. То есть, институт влияет на человека, а человек эти институты формирует для того, чтобы улучшить свое поведение в социуме. Нас с нами, в общем-то, будет интересовательно такая вот контурная связь, потому что, на самом деле, в этом мире все взаимосвязано. Если в болоте появилась новая лягушка, то это уже другое болот. И, собственно говоря, та система, в которой мы живем, исключительно определяется теми личностями, которые в этой системе находятся. Появляется хотя бы один человек другой, это уже другая система с другими результатами, с другими возможностями, с другими проблемами. Макгрегор говорил, что в отношении к работе люди ведут себя всего двояким способом. Либо это патологический лентяр. Это теория X и Y. Там X ничего не хочу, Y, да здравствуй. Итак, теория Y. Не хочу работать, потому что мне это не интересное. Если я что-то делаю, то я бы убеждена, потому что у меня в этой ночи уже тут нечего. И, соответственно, менеджер, и, соответственно, менеджер. Естественно, если такая система, если такая система, то нужен авторитарный менеджер, который говорит, что нужно делать. И у этого авторитарного менеджера должен быть определенный механизм. Компания, пряника, прессировки, теория Y. Это принципиально другие предположения относительно личности. Это люди, которые в первую очередь хотят работать, потому что им это интересно, потому что это не принуждение, а отличный выбор. Они работают в том, что в гости, в гости, в гости, в гости. И они это делают с желанием. Для таких людей у нас должен быть совершенно другой тип менеджера. Это должно быть лидерство. А это создание среды, в которой были бы гармонизированы интересы людей. То есть создать, не мешайте людям работать, создать среду, чтобы они себя реализовали в полный мир. Ричард Джонсон и Вильям Олча, они, продолжая исследование Грегора, заметили, инициативу движут сверху вниз. Если уделяется внимание большое благополучию сотрудников, если они увлекаются в процессе принятия решений, то есть то, что мы с вами знаем под системой менеджмента качества, то сотрудники проявляют себя несколько иначе. Японские компании в Америке, где работают американские рабочие, демонстрировали те же самые практические результаты. Но они были, конечно, не совсем те же самые, но, скажем так, они были существенно лучше, чем в американских компаниях. Что позволило им сделать вывод, что на самом деле не только личность человека играет, а играет именно та система, в которую он оказал. А теперь я хочу вам рассказать эксперимент, который на самом деле был очень жестокий эксперимент, но который демонстрирует, насколько сильно система может подъять на человека. Это эксперимент Филипп Зимбанка проводил в 1971 году. И суть эксперимента была следующая. Из добровольцев набрали 24 человека. Их разделили на две группы. Первая группа должна была играть заключенных, вторая группа должна была играть охранник. Естественно, за денежное вознаграждение. Дальше инсценировали, то есть в принципе им даже не объясняли, как они должны стать спуском. Играйте эту роль. Тюрьму оборудовали в помещениях университета, была искусственно-сознанная среда. Но тех людей, которые в поле случаях любило играть роль заключенных, их забрали как положено. То есть за ними в совершенно неожиданное время приехала машина полицейская, надели наручники, зачитали права, привезли их в эту тюрьму созданную, их повредили наголо, одели в одежды, такие балахоны длинные, то есть и без нижнего белья. То есть было сделано все, чтобы максимально убить личность человека. Его самоидентификацию, скажем так, подвергнуть сомнению. Значит, заключенные стали испытывать депрессивное состояние. Более того, они не просто стали испытывать депрессивное состояние, они сначала устроили в бунт, этот бунт, естественно, был подавлен, дальше они потеряли адекватное восприятие ситуации. Потому что все заключенные абсолютно перестали понимать, что это эксперимент, а не реальность. Они думали уже, что это реальность, вот их там, как помолицы, на них проводят эксперименты, и они попали в реальную тюрьму. Когда к ним пришел после, там, четвертого дня, что ли, священник разыграть, чтобы они были для прошения помилования, эти люди им сказали, «Вы готовы оказаться на тех денег, которые у нас есть?» Они все сказали на тех денег, которые должны были за этот эксперимент заплатить. И говорят, «Возвращайтесь в камень». То есть, в принципе, каждый из них в любой момент мог покинуть этот эксперимент, уйти в любой момент. Но ни один из них не покинул. Все вернулись, совершенно убежденные в том, что это реальность. На самом деле, страшно другое, что сам Филипп Генбарко, который участвовал в этом эксперименте и играл роль начальника тюрьмы, он тоже потерял адекватное восприятие реальности. Система, она в любой момент при нынешнем нашем развитии может на нас повлиять. Если мы говорим с вами о сути всех систем, то принципиально это много всего два типа систем. И эти типы подлятся тем, как выстроены отношения. В одной системе это когда один человек имеет власть над другим человеком, то есть реально короче человек не может нет обратной связи, которая бы сдерживала эту власть. И есть другой вариант системы, все люди равны. Отличаются принципиально эти модели от тем, что в головах у каждого человека. В первом случае у нас есть работники, а слово рад, работа, которая выполняется по принуждению. И у таких людей у них на самом деле четкое описание. энергии есть я, есть мир. И поэтому мне нужно от мира взять как можно больше, отдать как можно меньше. Потому что и сотрудники в любой модели это люди, которые понимают, что они часть целого, и поэтому есть мир, ну или компания, а я его часть. Ну в первом случае мы считаем, что у нас самый главный вопрос, он все знает, и как бы мы все, что мы должны делать, это просто слепо исполнять, если на одни обороты не ведут, а большое ноль. Ну либо мы говорим, что на самом деле знание, опыт каждого человека уникальное. И по крайней мере мы должны во внимание принимать. Очень интересный вопрос с ответственностью. Потому что мы говорим, что, вы понимаете, что ответственность связана с финансовым обеспечением. Руководители получают больше окладок, потому что мы говорим, что мы несем больше ответственности, чем люди. Но если мы посмотрим на факт, что происходит, то мы с вами видим прямо противоположное. Потому что что такое ответственность? Ответственность – это когда человек ответ, кто в ответ, он получает ответную реакцию на свои действия. Если он сделал ошибку, значит негативные последствия этой ошибки проявляются лично на нем. Теперь мы посмотрим, кто из руководителей действительно несет ответственность. Часть всего ответственность перекладывается на голову. На рядовых сотрудников в системе противоположной эта ответственность не назначается приказом, не устанавливается никем. Это ответственность и следствие другого восприятия реальности. Это внутренняя ответственность, когда человек просто ответственный за свою жизнь и ответственный за жизнь социума. Это люди, которые не ждут, что их жизнь будет улучшена за счет правительства или какой-то дяди, тети, брата, мама, папа и так далее. Это люди, которые понимают, что я сделала, вот такая моя и жизнь. Мы, конечно, на каждом шагу столкнемся с проблемами. Этих проблем становится по жизни все больше и больше и больше. мы пытаемся их решить, но если мы забываем, что все проблемы поражены социумной структурой системы, именно организацией, социумной, институцией общества, то мы приходим к тому, чтобы просто не успеваем дурьбаться из этих незаконченных дел. Сплошные проблемы, когда одно по-моему перерастает в другую. Если мы противопоставляем себя другим, считаем, что мы умнее, чем другие, важнее, чем другие, не буду причитать все возможные варианты на эту тему, тогда на самом деле это система, которая в принципе не способна к истинной активизации и непрерывному совершенству. Не способна к истинной активизации, потому что человек, который надувает щеки и, например, унижает другого человека, это человек, который не способен признать свои собственные ошибки. А признание ошибки своей собственной это первый шаг в пути развития. Если мы не признаем своих ошибок, у нас дальше нет вообще никаких шансов изменить что-либо. Поэтому мы должны сами себе дать возможность позволить себе ошибаться, не создать, но не вредить, конечно, своими ошибками, но во всяком случае поменять отношение к этим ошибкам. и в самой системе мы должны избавиться от системы наказания как таковой. Если в системе есть определенные правила, эти правила формальные, они, естественно, спешены с какими-то штрафными санкциями за то, что было. Но они распространяются абсолютно на все. Это правила, по которым организована система в целом. Тогда это не система наказания, это просто правила, по которым организована система, это институт. И это очень важно, потому что в этом случае люди будут воспринимать это как более-менее справедливые вещи. Когда мы говорим об изменении системы и говорим об изменении отношения к людям, мы не можем сразу перескочить из текущей ситуации в ситуацию светлого будущего. Ну, просто человек не может скачкообразно перейти из здоровья в другое. Его ментальные модели меняются, но постепенно. то есть мы можем этим заняться, но это должно быть перескакивно. Так вот я хочу сказать, что в России и не только в России, а вообще по всему миру людей, которые действительно ответственны за свои поступки, очень мало. Потому что очень системой внедрено в сознание людей подчинению авторитету или важность авторитета. И вот этот эксперимент, который проводился в Медрово в 1963 году. Эксперимент заключался в следующем. Приглашали людей с улицы, давали им, естественно, вознаграждение, и они должны были выступать в роли учителя, обучая других людей знания. Значит, если человек... Они называли ассоциативные пара слов, а ученик должен был запомнить. Дальше шла проверка. Они называют одно слово, ученик говорит либо правильно, либо неправильный ответ. Если правильный ответ, то нормальный, если неправильный ответ, то учитель должен выдать разряд. Соответственно, вот прям на страну, как нам все рассказывали. Значит, идет же этот эксперимент не был таким жестоким, потому что там это был муляж, реально никакого тока не подавалось, и там был актер, который просто изображал определенные болевые ощущения в зависимости от того напряжения, которое подавалось. Так вот, оказалось, посмотрите статистика. Значит, начиналось там с 13-ти и заканчивалось с 450-ти. Это максимальный уровень, 2,5 уровня, это просто убийственно для человека. Посмотрите, сколько людей из тех, которые дошли до уровня 450-ти. И они все пошли до конца. А почему? Потому что рядом сидел экспериментатор, который был в белом халате, и который говорил всегда определенные фразы. Он говорил, что вы обязаны провести этот эксперимент. Это важно для науки. Я делала ответственность за себя, и люди шли на то, чтобы сделать другим это больно, потому что кто-то им сказал, что за них ответственность в этот момент взял. Понимаете, это страшная вещь. Вот до тех пор, пока каждый человек начнет жить своей собственной головой, а не головой тех людей, которые говорят, что надо так делать, они не по-другому. На самом деле мы не сможем построить нормального общества, к которому мы стремимся. Этот слайд очень важный по одной простой причине. У нас есть формальный институт, есть неформальный институт. Неформальный это те, что разделяют люди. И всегда приоритетными отказываются правила какие? Неформальные. Потому что они люди не разглядят. Что бы мы с вами не сдавали законов, какие бы мы не вводили собственные санкции, почему мы говорим, что строго с российских законов ослабляется необязательностью их исполнения. бояться было изменений. Нужно совершенствовать себя, быть в первую очередь человечным, по слову челом, отмечать животного. Вначале тема отвечает животное. Принять их совершенствование и понимать систему. Идеи достойное распространение пропустить нельзя. Подробности на TEDx Новокузнецк. Новокузнецк.